Вы смотрите новости на телеканале Север. Продолжаем выпуск. Лечением с препятствиями люди с ограниченными возможностями здоровья обратились к главе региона на горячую линию с просьбой посодействовать в решении проблемы, с которой им приходится сталкиваться ежедневно. Жители жалуются. Некоторым из них подняться на второй этаж поликлиники, где располагаются специалисты, просто невозможно. Глава региона Игорь Кошин поручил окружному управлению здравоохранения в кратчайшие сроки проработать вопрос по обеспечению доступности медицинской помощи для людей с ограниченными возможностями здоровья. Двухэтажная поликлиника для взрослых была построена еще 20 лет назад. Как и многие здания в городе, оно не приспособлено для функций, которые выполняет. Отсюда и постоянные проблемы. Нет лифтов и пандусов, очереди в коридоре из-за маленьких площадей. А если учесть, что врачи принимают более 700 человек за смену вместо положенных 300, необходимость нового помещения очевидна. И перемещение врачей из кабинета в кабинет тут просто не помогут. Что мы кабинеты куда-то переведем, это же нереально. Мы не можем перевести кабинеты на первый этаж. Поликлиника была построена двухэтажная, без лифта, естественно. Здесь, наверное, в те времена лифта и не было положено в это здание. Вот так в этих условиях мы работаем. О новом здании для поликлиники говорят давно. В прошлом году даже утвердили план строительства. Руководство медучреждения принимало непосредственное участие в проектировании нового помещения. Оно разместится в здании клиника диагностического центра, которое возведут на месте старой окружной поликлиники. Заложить первый камень планировали в 2014 году. Но дальше планов дело не пошло. На пути встала дорога. Сейчас несколько вопросов тормозилось в связи с тем, что принято решение о проведении дороги, где планировалось строить. Но в любом случае строительство клиника диагностического корпуса у нас будет осуществляться. Оно есть как мероприятие в план застройки больничного городка. Появление нового здания придется подождать. Другого выхода нет. Модернизировать действующую поликлинику с помощью надстройки третьего этажа, как предлагали ранее, не позволяет фундамент. Поэтому потерпеть до просторных и оборудованных помещений придется и врачам, и посетителям поликлиники.